МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика». С главными событиями вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Пыречкина. Смотрите сегодня. Под особым контролем на еженедельном совещании у главы Чуваши обсуждали перспективы развития строительной отрасли в 2016 году. На реке навигация. В Чебоксарах проходит всероссийское совещание по согласованию графиков движения пассажирских туристических судов на 2016 год. С прицелом на взрослую Олимпиаду. Чемпионка юношеских игр Лана Прусакова провела мастер-класс по фристайлу для всех желающих. Ситуации на рынке строительства жилья обсудили сегодня на еженедельном совещании у главы Чуваши. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, в прошлом году возвели почти на 20% больше жилья, чем в 2014. О тенденциях, складывающихся в отрасли в 2016 году, в нашем репортаже. Строители Чуваши обеспечены земельными участками. На ближайшие пять лет в республике осваиваются 56 проектов комплексной застройки. Сейчас строится 169 жилых домов общей площадью более миллиона квадратных метров. Однако непростая экономическая ситуация сказывается и на строительстве. Минувший год для организации застройщиков сложился непростым и проходил в условиях снижения покупательского спроса на жилые помещения и изменения возможностей привлечения кредитных ресурсов как физическими лицами на приобретение или строительство жилых помещений, так и организациями на реализацию инвестиционных проектов. Наконец, в 2015 году у нас оставалось снижение на рынке первичных жилья около 890 квартир. Средняя цена одного квадратного метра общей площади квартиры к концу 2015 года на первичном рынке в целом снизилась практически на 3% к аналогичному периоду 2014 года и составила 42 940 рублей. Январе-феврале 2016 года в Чувашии сдано 40 тысяч квадратных метров жилья. Это 642 квартиры. Большая часть, 31 тысяча квадратных метров, построены компаниями-застройщиками. Остальное – индивидуальное строительство. Это ниже, чем за тот же период 2015 года. Строители могут строить больше, но осторожничают, ориентируясь на спрос. Мы ориентируемся, допустим, по своей деятельности, по звонкам, по обращениям покупателей. Обращение упало в 4 раза. Строительные компании высказывают уверенности, что 2016 год смогут завершить без проблем и опасаются 2017 года. Михаил Игнатьев поручил внимательно следить за ситуацией и предпринимать все меры, чтобы в республике вновь не появились люди, пострадавшие от несостоятельных подрядчиков. Только за решение проблем обманутых дольщиков «Волгостройгрупп» ушло 4 года, напомнил глава Чувашия. Кроме того, банкиры высказали опасение, что среди некоторых строительных компаний возможно банкротство, а это грозит массовыми увольнениями. Могут высвобождаться еще дополнительные рабочие руки. Наша задача, конечно, их переквалифицировать, предлагать разные места трудоустройства. Спрос работодателей на сегодняшний день почти 3 раза выше, чем количество безработных, которые стоят в службе занятости. И с этой точки зрения мы с Федеральным министерством труда тоже работаем. Вопросы развития строительной отрасли и строительства жилья в частности глава Чувашии Михаил Игнатьев обсуждал с главой Минстроя России Михаилом Менем в начале марта. Федеральный министр отметил, важно, что региону удается обеспечивать загрузку строительного комплекса и выполнять государственные программы. В частности, в 2016 году планируется построить не менее 210 тысяч квадратных метров жилья эконом-класса в рамках реализации программы «Жилье для российской семьи». Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика. За свои кошельки российские водители переживают больше, чем за собственной жизнью показывает практика. Установка комплекса, фото- и видеофиксации на опасных участках и, соответственно, штрафы за нарушения привели к снижению аварийности, констатируют специалисты. Вопрос, насколько эффективно работают такие комплексы в Чувашии, стал еще одной темой совещания. К концу февраля количество нарушений правил дорожного движения, которые выявили благодаря комплексам фото- и видеофиксации, в Чувашии перевалило за 25 тысяч. Это только за два месяца текущего года. Если брать год в целом, то за 2015 автовладельцам пришло 372 тысячи постановлений. За счет нарушителей в казну региона могло бы поступить еще больше денег, если бы все комплексы, а их по республике 118, работали исправно. По подсчетам специалистов, с начала этого года бюджет недополучил около 30 миллионов рублей. Ежемесячно, еженедельно 10-15 комплексов выходят из строя по причине недообслуживания. Из 118 сколько на сегодняшний утро работает? Работает порядка 70%. А остальные 30%? Остальные в течение каждой недели. В 2015 году в ходе оптимизации Минтранса было произведено казенное учреждение дирекции повышения безопасности дорожного движения. И эксплуатация системы в виде фиксации. Его функции были возложены по Чуваш УПРДОРМ. В результате работа с комплексом фото в виде фиксации нарушение ПД фактически осталась бесконтрольно и отошла на второй план. Отсюда мы добавляем значительное снижение эффективности использования этих комплексов. Тем не менее, расслабляться автомобилистам не советуем. Глава Чувашии дал задание всем ответственным органам исправить ситуацию в самое ближайшее время. Михаил Игнатьев подчеркнул, что на первом месте должна быть безопасность людей. 18 сентября выборы депутатов Государственной Думы России и депутатов Государственного Совета Чувашии. В этот же день пройдут выборы депутатов представительных органов местного самоуправления, некоторых муниципальных районов и сельских поселений. ЦИК Республики уже начал подготовку к этому событию. Сегодня глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев встретился с председателем Центра избиркома Александром Цветковым. В республике выборы будут проводить 28 территориальных и 1170 постоянно действующих участковых избирательных комиссий. Сейчас их участники проходят обучение на специальных семинарах. До мая Госсовет Чувашии должен утвердить схему одномандатных избирательных округов. Их соотношение по сравнению с прошлыми выборами немного поменялось. У нас поменялась пропорция между городским и сельским населением. Если раньше у нас было 12 сельских округов и 10 городских, имею ввиду Чебоксарного и Чебоксарского, то сейчас у нас количество избирателей практически 50 на 50 городских и сельских. Поэтому сейчас станет 11 городских и плюс 11 сельских округов. Михаил Игнатьев отметил, от совместных усилий всех заинтересованных сторон зависит качественное проведение выборов. Органы власти должны создавать благоприятную среду, комфортную среду для работы избирательных комиссий, для работы территориальных избирательных комиссий. Избирательная комиссия соответствует действующим законодательством, должна обеспечить подготовку этих выборов. И не было, чтобы ущемление были изъявления избирателя. Непростая экономическая ситуация отрицательно сказывается на платежеспособности. В прошлом году увеличилось число исполнительных производств. Возросла нагрузка на судебных приставов исполнителей. Несмотря на это, усилиями службы Почуваши в консолидированный бюджет перечислено около 2 миллиардов рублей. Об этом рассказал журналистом руководитель управления Федеральной службы судебных приставов Почуваши Анатолий Иванов. В 2015 году увеличилось количество исполнительных документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. При этом сумма взыскания почти не изменилась. Это, наверное, связано с тем, что в силу экономической ситуации управляющие компании не дожидаются до накопления больших долгов. В прошлом году стало больше неплательщиков по кредитам. Число исполнительных производств возросло на 40%. Успех работы приставов во многом зависит от таких нововведений, как электронное взаимодействие с банковскими структурами. Оно позволяет получать информацию о счетах прямо с рабочего компьютера без лишней бумажной влакиты. Однако бывают случаи списания социальных платежей, таких как, например, детское пособие. Данные платежи не подлежат списанию. Но, к сожалению, с учетом вот этих электронных списаний, наверное, не всегда банки проверяют природу происхождения денежных средств на счетах. Мы надеемся, что в течение 2016 года мы эту проблему решим. Количество просроченных штрафов ГИБДД уменьшилось на 6%. Положительная динамика сохраняется и в настоящее время, благодаря совместной профилактической работе и изменению законодательства в отношении дисконта при выплате штрафов. С 2016 года приставы начали успешно применять приложение к телефону «Мобильный розыск» по поиску автомобилей должников. Номер автотранспортного средства и подсвечиваться на соответствующем меню. И набрать клавишу «Найти». Соответственно, выходит сразу же информация. Родион Архипов, Олег Якимов. Республика. «Найди свой путь к успеху». Именно под таким девизом в этом году проходила Республиканская олимпиада школьников. В эти выходные в институте образования наградили ее участников. Кто стал лучшим из лучших и как поощрят тех, кто помогает ученикам двигаться вперед. Подробности в сюжете Дмитрия Ковалева. Ученик 11 класса Алатарской школы Илья Лексин одерживает победу в Республиканской олимпиаде уже третий год подряд. Говорит, что ему было труднее готовиться, чем другим ребятам. Приезжать на подготовительные курсы в Чебоксаре не было возможности. Молодой человек все изучал самостоятельно. Причем не только по школьным, но и по вузовским учебникам. Уровень намного выше, чем в школьных учебниках, поэтому мне приходилось готовиться по вузовским учебникам, которые я находил в интернете или покупал сам. Но сложнее всего практика, потому что я живу в Алатаре, и сюда мне ехать на занятия по практике трудно, и поэтому мне приходилось самому. Но я в основном там практикум всякие скачивал, видео смотрел в интернете, и у меня, в принципе, все это хорошо получалось. Высокие баллы по итогам Республиканской олимпиады получили 98 учеников. Ребята признаются, что победа далась непросто. За призовые места в этом году боролись более 50 тысяч человек. Я стала победителем Республиканской олимпиады по литературе. Безусловно, это огромный труд, это уйма часов, которые были проведены за чтением книг, за занятия. Олимпиада именно по литературе, она в большей степени ориентирована на удачу. То есть попадет ли тебе то, что ты знаешь, либо ты останешься ни с чем. Впереди всероссийский этап. Победители олимпиады по физике уже отправились отстаивать честь республики в Сочи. Сейчас там проходит предварительный тур. На церемонию чествования одаренных ребят всегда приглашают и их преподавателей. Накануне глава Чувашской республики учредил денежные поощрения для педагогов. За победителей международных и всероссийских олимпиад учителя получат 250 тысяч рублей. Тем, кому удалось подготовить призеров, вручат 150 тысяч. Разработать меры поддержки талантливых педагогов Михаил Агнатьев поручил в своем послании Госсовету. Такая система поддержки приносит свои плоды. Только в прошлом году более 40 учеников из Чувашии стали победителями. Всероссийской олимпиады школьников. По итогам прошлого года республика вошла, ну, шестым регионом по рейтингу в числе других субъектов Российской Федерации. За последние три года мы три раза подняли количество призеров и победителей на уровне России. Это о многом говорит. Но это, конечно, заслуга, прежде всего, самих детей. Мотивация их высокая. Заслуга учителей, тренеров, которые воспитывают этих детей. Всероссийский этап олимпиады школьников завершится в конце апреля. Все ребята настроены только на победу. Дмитрий Ковалев, Рассей Мухаммедов, Республика. Межрегиональная конференция «Живые уроки», которая состоялась на прошлой неделе в Чебоксарах, заслужила высокие оценки экспертов. В частности, благодарность организаторам выразила директор департамента Министерства культуры России Ольга Ярилова. Предложения, которые были сформированы участниками конференции «Живые уроки», Ольга Ярилова озвучила на круглом столе о развитии детского туризма в России на современном этапе, который прошел в Москве в рамках международной выставки «Интурмаркет». Я знаю, что в эти дни на конференции в Чувашии было подписано соглашение. Сколько у нас? Пять субъектов уже включились. Восемь. Восемь уже. Я летела в самолете, и мне все бесконечно говорили о том, что и мы, и мы, и мы хотим. Проект действительно, мне кажется, уникальный. Он заслуживает внимания, заслуживает распространения. И тот опыт, и то, что вы делаете, это, конечно, бесценно. В перспективе, отмечают участники круглого стола, будут разработаны единые требования для составления экскурсионно-образовательных маршрутов. Планируется создать межрегиональный координационный совет по реализации проекта. За круглым столом была достигнута договоренность распространить каталог «Живые уроки Чувашии» в школах города Москвы. На его страницах описаны подробные информации об образовательных экскурсиях по республике. Только в эти летние каникулы в Чувашии планируют принять более 500 школьников из других регионов. Первые действия по увеличению турпотока уже начались в течение четырех дней. С 21 по 24 марта столица Чувашия принимает участников Всероссийского совещания по согласованию графиков движения пассажирских туристических судов. В нем принимают участие представители российских судоходных компаний, владельцы-арендаторы причальной инфраструктуры, европейской части России, руководители региональных туркомпаний, обслуживающих круизные теплоходы на стоянках. В Чебоксары круизные суда заходили всегда, правда задерживались здесь ненадолго, всего лишь на пару-тройку часов. Хотя у столицы Чувашии интереснейшая история и привлекательная настоящая. Только заглянуть на все это надо с позиции интересов туристов, которые захотели бы остаться в городе подольше. Поэтому все турмаршруты разрабатывались с учетом перспектив развития водного туризма и навигации в 2016 году. По мнению главы администрации столицы Алексея Ладогова, увеличение количества заходов круизных теплоходов в столицу республики позволит не только привлечь туристов в Чувашии, но и дать возможность нашим жителям ощутить на себе неповторимость путешествий по воде в другие регионы. Увеличение продолжительности стоянки теплоходов до 6-12 часов даст возможность путешественникам попробовать не спеша блюда национальной кухни и выбрать сувениры. Нам очень хотелось бы, чтобы наши соотечественники, наши, ну вот как мои соотечественники и горожане москвичи приехали в республику Чувашия. Что для этого будет сделано? С этого года начинаются этнокруизы на борту столичных московских теплоходов. Мы выделяем каютный фонд, а республика приглашает на борт нашего теплохода лектора, который все знает о республике, актеров, которые являются хранителями народного эпоса и, наверное, шеф-повара, который может рассказать о уникальной чувашской кухне. В 2014 году у нашей компании было 48 судозаходов, в 2015 – 51, и уже на навигации 2016 года мы планируем 61 судозаход. В прошлом году это было больше 10 тысяч туристов, и, соответственно, в этом году ожидаем еще больше. Встречи коллег-туроператоров значительно расширяют спектр предполагаемых экскурсионных программ. В течение нескольких дней участники конференции проедутся по предполагаемым маршрутам, чтобы составить перечень самых интересных предложений для своих потенциальных клиентов. Родион Архипов, Андрей Шоклев, Республика. Оправданный риск – дело благородное, тем более, если он приносит признание мирового уровня. Молодые фристайлисты Чувашия, чемпионка юношеских олимпийских игр Лана Прусакова и действующий чемпион России Дмитрий Мулендеев вернулись на родину с победой. И как их встретили дома – в следующем сюжете. Скорость на трассе, адреналин в организме. Все это фристайл и его дисциплина – слоуп стайл. Этот вид спорта активно культивируется в Республике последние пять лет. На горнолыжном комплексе «Вертикаль» на правом берегу Волги собираются его постоянные поклонники. Именно туда и пришли когда-то первый раз Лана Прусакова и Дмитрий Мулендеев. Привел папа, начал кататься в классе шестом, заниматься начал в классе девятом-десятом. Ну, так не думал даже, что чего-то достигну. Просто как хобби катался, ну, нравится, очень круто. Ну, сейчас даже тоже такое отношение, наверное. Просто на старт стараешься что-то показать, что ты умеешь. Я занималась два года обычными стандартными горными лыжами. Да, и у меня не очень получалось. У меня не разу не делали на соревнования за два года. И я решила уйти, мне стало скучно. Вот, и мне предложили заниматься слоуп стайлом, попрыгать с трамплина. Ну, мне понравилось очень. И заняла там первое место на Всероссийской спартакиаде. Вот, поехала на сборы со своим тренером. И так и получилось, что в сборную попала. Но таких успехов, конечно, не ожидала. Приезды спортсменов все ждали с нетерпением. Был обещан мастер-класс по слоуп стайлу для начинающих спортсменов. А их оказалось немало. Ведь в отделении фристайла Республиканского центра зимних видов спорта обучаются навыкам около 80 воспитанников. Именно в дисциплине слоуп стайл Лана и завоевала заветное золото юношеских олимпийских игр. А ведь путь к медали был действительно тернист. Когда мы вышли на нашу первую тренеру, у нее вообще ничего не получалось. Она падала, она расстраивалась, она плакала. То есть вечером, буквально после тренировки, мы часа три с ней ехали, беседовали. Мне кажется, она проплакалась, у нее вышли эмоции все. И на следующий день, за день до Олимпиады, до самого старта у нее, мы провели тренировку. Она была очень хорошая, она все сделала идеально. И на следующий день очень хорошо выступила. Когда на Олимпиаде я приехала, там были девочки, которые выиграли меня на предыдущем старте Кубки Швейцарии. Еще, кажется, в ноябре месяце. Вот. И мне это стало очень неприятно, так тревожно. Да, и очень сильно волновалась на Олимпиаде. И вообще, юношеская Олимпиада, это был первый старт, где я смогла собраться мыслями и хорошо выступить. Международный старт. Конечно, этот склон не сравнится с теми, на которых приходится выступать спортсменам. Многие более сложные элементы нашим чемпионам продемонстрировать не удалось. Однако, все еще впереди. Будем помогать по мере возможности, развивать. Самое главное, у нас, еще раз говорю, есть молодые тренеры, есть кадры, которые решают все. Нам остается только им помогать, поддерживать и развивать материальную базу, которая сегодня, к сожалению, не совсем соответствует современным требованиям, которые необходимы для достижения самых больших спортивных результатов. В планах спортивного ведомства республики усовершенствовать комплекс и в ближайшие годы принять старты одного из этапов Кубка России по фристайлу в дисциплине ски-кросс. Это станет еще одним шагом вперед в развитии спорта в Чувашии. Екатерина Абрамова, Игорь Зверев, Республика. Успешно дебютировала в этом году на международных соревнованиях еще одна представительница зимнего вида спорта биатлонистка из Чувашии Татьяна Акимова. 25-летняя спортсменка в текущем сезоне провела 15 гонок в составе женской сборной России на этапах Кубка мира. Вклад Татьяны в зачет страны был отмечен Международным союзом биатлонистов. IBU признала ее лучшим новичком сезона, сообщает Союз биатлонистов России. Напомним, что воспитанница Чувашской школы биатлона Татьяна Акимова провела 12 личных гонок на Кубке мира и 3 на чемпионате мира. На заключительном этапе Кубка мира в Ханты-Мансийске она показала лучший результат среди всех российских биатлонисток. Она заняла в спринте 12 место. Сотрудники министерств, федеральных ведомств и районных администраций в эти выходные также вышли на лыжню в рамках Дня здоровья и спорта. В Чебоксарах разыграли награды 15-е спартакиады работников государственной власти. Для многих спартакиада стала отличным поводом отдохнуть на свежем воздухе с семьей. На старт соревнований по лыжным гонкам вышли более 500 человек. Участникам предстояло сразиться за награды в командной эстафете. Мужчины преодолели 3 километра, женщины только километр. В результате на первую ступень пьедестала почета поднялась команда гостехнадзора Чуваши. На втором месте сборная государственного совета. Бронза досталась представителям министерства сельского хозяйства. Мне трасса очень понравилась. Есть спуски, небольшие подъемы. Сегодня очень много людей пришло. Это сотрудники органов, исполнители власти, представители местного самопроволения. Это очень здорово. В программу «Спартакиада» органов государственной власти включили 14 видов спорта. Чиновникам предстоит сразиться в настольном теннисе, уличном баскетболе, мини-футболе, плавании, легкоатлетической эстафете. Впервые в соревнованиях принимает участие команда республиканской прокуратуры. Глава республики отметил, что среди сотрудников органов государственной власти становится все больше любителей спорта. Михаил Игнатьев вышел на старт вместе со своими подопечными и преодолел дистанцию ВИП-забега. «Физическая нагрузка помогает, прежде всего, чиновникам, которые больше, наверное, сталкиваются с бумажной волокитой, с письмами разными, с принятием решений, потому что продукт труда у них – это принятие управленческих решений и подготовка соответствующих нормативно-правовых документов. В данном случае эта физическая нагрузка позволяет, что делать? Мысли хорошие приходят, идеи хорошие приходят, которые потом будут реализовывать в реальной своей работе». Это все новости на сегодня. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин